Доброе утро! Доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа «Сфера обслуживания» снова мы в эфире, снова в прямом. Это очень хорошие новости. Сегодня, как вот было уже в анонсе заявлено, будем говорить о магазинах спортивных товаров, о том, как сегодня торгуют спортивными товарами, кто торгует, зачем торгует, насколько вообще интересное занятие торговать спортивными товарами сегодня, что это за бизнес такой, что люди покупают, что не покупают. Я, как вот мы в анонсе говорили в утреннем шоу сейчас, что я, глядя на людей в спортивной одежде сегодня, которые ходят по улицам, все-таки для себя так и не могу найти ответ на вопрос, является ли это все-таки спортивной одеждой, или это больше уже индустрия моды, индустрия красоты, и люди больше хотят выглядеть спортивно, нежели на самом деле быть в спортивной форме. И у кого тренажер стоит для того, чтобы дома, для того, чтобы действительно на нем заниматься, а у кого он больше как предмет интерьера, какие-то гантельки красивенькие должны лежать у девочки где-нибудь в уголочке, тогда не продает ее имиджу дополнительную пикантность. Не знаю, вот для этого сегодня пригласили гостей, с которыми с удовольствием знакомлю, и вас, дорогие наши радиослушатели, Константин Топчеев, руководитель отдела продукции и закупок Интерспорт. Интерспорт. Все так. Правильно. Да, доброе утро, Константин. Спасибо, что пришли. Владимир Вервельский, директор по маркетингу heverest.ru. Все так, да? Все так. Владимир, да. Доброе утро, да. Спасибо, что сегодня с нами. Ну, давайте я по традиции уже прошу гостей рассказать чуть о себе, для того, кто не знает, для тех, кто не знает ни вашей компании, ни ваш бизнес, ни то, чем вы занимаетесь, чтобы был понятен контекст, в котором мы все тут с вами разговариваем. Константин, ну, с вас начнем тогда. Да, доброе утро еще раз. Я директор отдела продукции и закупок сети магазинов Интерспорт. Собственно, в розничном спортивном бизнесе с 95-го года прошел, так сказать, все этапы развития данных, скажем, данного направления. Собственно, в компании более 14 лет. Пару слов о Интерспорте. Это международная розничная компания номер один в мире с миллиардом более 9 миллиардов евро. Вот, собственно, мы представляем в России данную компанию. Имеем 35 собственных магазинов и франчайзинговую сеть. Вот, собственно, коротко как-то. 35 собственных магазинов? Да, на данный момент 35 магазинов. А франчайзинг сколько? 19 магазинов на территории России. 19 магазинов. Все ваши продажи в России, это больше все-таки оффлайн продажи. Правильно я понимаю? Это не торговля через интернет? Нет, мы на данный момент развиваем данное направление, но мы занимаемся непосредственно розничным бизнесом, спортивным бизнесом на территории России. То есть ваши планы развития вашей компании, в общем, вполне себе амбициозны. То есть вы там планируете развивать сеть дальше, дальше, дальше и дальше? Да, сейчас владелец компании это группа Кеско, финская компания, новый собственник. И достаточно грандиозные планы именно на развитие российского рынка, на российском рынке, так как по мнению многих международных маркетинговых агентств в ближайшие несколько лет мы займем, войдем вернее в пятерку самых крупных европейских игроков на данном рынке. То есть поменяемся местами с Испанией, которая занимает пятое место на сегодня. Мы это... Россия. Россия, то есть в плане стран, которые... Российский спортивный бизнес розничный имеется в виду, в спортивных товарах имеется в виду. Да что вы говорите. Очень интересно. То есть мы победим Испанию в этой олимпийской гонке. Да, знаете, кризис и так далее. Понятно. Я знаю, у меня знакомый работал в метро Кошенкере российском. Вот он мне рассказал, правда или не правда, что самый такой российский метро, магазин самый такой колбасный, да, который больше всего делает оборот, делает оборот больше, чем все метро в Испании в целом, как сеть. Да, не знаешь, правда или не правда. Но я знаю, что действительно там три Ашана, например, в тройке самых больших Ашанов по оборотам. Все три наши. Все три Ашана наши. Ты можешь устаревшие данные, не знаешь. Впенциал большой. Так, Владимир, ну нахрена все эти магазины строить, правильно? Весит геморрой, прошу прощения за французский, да, все эти инвестиции, риски, логистика там, да, вся эта магазинная. Если можно, открыл себе сайт спокойно, да, и все хорошо. Ну, это все не так просто, как кажется. Расскажите как, да, вы торгуете все-таки онлайн, да? Мы торгуем онлайн. Мы существуем чуть больше года, мы стартап, торгуем эксклюзивность на этот момент в России, торгуем спорттоварами, своего рода эквипментом. Я буду вставлять много английских слов. Ну, пожалуйста, будем их переводить. Меня импортировали сюда. А, откуда у вас импортировали? До этого я был директором по маркетингу и электронной коммерции в цирке Дюсулей. Ага, ничего себе у вас такое поворотисто жизненный. Так, слушай, ну давайте про спорттовары. А что вы вообще, собственно, занялись со спорттоварами? Вот, ну, так как мы сделали своего рода изучение маркета и поняли, что в России есть нехватка на тот деменд, который существует в России. Спрос. На тот спрос, да, который существует в России. Ага. И так как один из акционеров наших тоже очень большой любитель туризма, охоты и рыбалки, пошло предложение открыть такого рода магазин, чего на этот момент не существует в России. Не существует? Уже не существует, нет. Еще или уже? Уже. На определенный момент у нас был один компетитер. Ага, конкурент. Конкурент, да. И он назывался Бонспорт, который на этот момент закрывает свои операции. Ага, почему? Я вам точно не могу сказать причину этого, я не хочу... Ну вот вам не страшно, он там закрывается, а вы открываете. Нам не страшно, потому что мы имеем достаточно сильную позицию на маркете. Ага. На этот момент мы перебили по трафику нашу... Ну, перебили по трафику спортмастер. Ага. Вот, и сейчас мы считаемся одним из самых первых онлайн гипермаркетов спортивной одежды и активного стиля жизни на интернете. Ага. Понятненько. Константин, вы вот как смотрите на перспективы продажи онлайн? Онлайн у нас тоже в плане развития нашей компании. Это одна из самых динамично развивающихся направлений на российском рынке. И все крупные игроки по продаже спорттоваров инвестируют и развивают данное направление. Я абсолютно согласен, это, я считаю, одно из самых наиболее динамично развивающихся направлений по продаже спортивных товаров в будущем. Ну вот, давайте тогда вот мы определим круг спортивные товары. Что мы называем спортивными товарами, чтобы нам не размывать этот разговор? То есть мы говорим про тренажеры, мы говорим про... Ну, спортивные товары по общей международной градации делятся на три основные категории. Это одежда, аксессуары, обувь и инвентарь. Собственно, об этом, по крайней мере, я говорю со своей стороны от нашей компании. Я не знаю, как... Ну, мы еще можем прибавить активный образ жизни, активный стиль жизни и включить туда и туризм, и рыбалку, и охоту. Собственно, во все категории данная группа тоже входит. Туризм в одежде, в обуви и в инвентаре. То есть все-таки рыбалка называется спортом? Ну, это... Просто мой папа плохо объясняет. В нашем видении, это отдельная категория, не очень близко к спортивным товарам. То есть это специализированные в основном магазины, так как достаточно очень большой ассортимент. И в основном все игроки не используют данную категорию, так как она очень широка, скажем так. Ага. Ну, вот если говорить про продажи оффлайн и онлайн, да, если что мы вот с двух сторон на эту ситуацию смотрим. То есть продажи чего характерны для оффлайна, а чего для онлайна. То есть я с трудом понимаю, как покупать там одежду, например, спортивную. Все-таки не в магазине. Я могу купить гантели, да, это меня не так сильно парит. Я могу купить какой-то тренажер, я могу купить какие-то там, да, ну, не знаю, там, средства, что-то такое. Но мне тяжело купить там кроссовки, например, да, не померев, не походив. Как вы… Означает ли это, что разные категории вот все-таки характерны в разных… То есть здесь я покупаю одно, здесь я покупаю другое. Владимир, как вы? Ну, это зависит, еще раз, зависит от сегмента, зависит от клиента. Мы продаем все, и мы видим, что все продается в то же самое время. Что-то больше, что-то меньше, зависит, конечно, от цены, зависит от акций, зависит от… Насколько человек образован в этом сегменте. Мы пользуемся некоторыми сегментами, чтобы запустить другие сегменты в то же самое время, потому что обувь и одежду легче продавать на интернете, чем, скажем, более профессиональные какие-нибудь товары или более технологические. Ну, понятно, которые все-таки требуют разъяснений и консультаций, да. Ну, а вы вот у себя торгуете действительно известными брендами, да, там, ключевыми, там, спортивной индустрией. Обязательно. У вас все это представлено, да, и вполне можно купить. Да. Константин, вы как вот, что скажете по этому поводу? По поводу того, что покупается оффлайн, что покупается онлайн? Ну, как бы, я согласен с коллегой, то есть сейчас, скажем так, современный рынок, и многие молодые люди, можно так сказать, как вы называете, оффлайн, смотрят продукцию и уже, исходя из цены предложения, пользуются, так сказать, интернетом и так далее, то есть покупают онлайн. Но, на самом деле, в обычных розничных магазинах, как показывает на сегодня, скажем так, аналитика продаж, одежда и обувь, это занимает большую долю, скажем, оборота наших магазинов и, собственно, тенденции рынка, то же самое, и наших конкурентов, нежели инвентарь. Сейчас идет по нисходящее немного данное направление, так как в основном, если говорить про тренажеры, люди все-таки на сегодня более современные, посещают тренажерные залы и так далее. Это разница, скажем, спрос, нежели там 10 лет назад, то есть покупали домой, на дачу. Окей, сейчас мы, давайте, мы послушаем новости, может, кто какую олимпийскую медаль там выиграл, как раз пока мы здесь разговариваем, да, а потом вот поговорим, как изменяется спрос, это очень интересно, на самом деле, новости. Левицкий Дмитрий снова здесь, точнее, я никуда не уходил, все это время я здесь и был. Мы говорим с вами про спортивные товары, про торговлю спортивными товарами. Вперерыве, правда, здесь мы пока выслушали новости, мы тут про цирк Дюссалей все больше. Да, поскольку Владимир Вервельский, один из моих сегодняшних гостей, который сегодня представляет проект хеверест.ру, да, здравствуйте еще раз, Владимир. Здравствуйте. Да, рассказывал о своем международном опыте работы на цирк Дюссалей, который помогает ему теперь работать в нашей России. Видим, Константин Топчеев, руководитель отдела продукции и закупок Интерспорт. Доброе утро еще раз, Константин. Доброе утро. Да, если вы покупаете спортивные товары, вот да, давайте подключаясь к нашему разговору. 65 10 99 6 телефон нашей студии, 495 сначала надо вам набрать код, да. На сайте финам.фм у нас есть с вами форум, пожалуйста, можете писать туда, либо смс-ка я пробел потом ваше сообщение на номер 5533. Вот я вас спрошу, вы покупаете вообще-то, дорогие наши слушатели, спортивные товары, да, покупаете ли вы спорттовары и зачем? И занимаетесь ли вы потом спортом в этих спортивных товарах, которых вы покупаете? Вот это мне интересно узнать, и мы с Константином прервали нашу беседу на том, как меняется спрос. Вот вы, как вы уже сказали, Константин, на этом рынке уже 62 года работаете. С 95-го года, да, вы занимаетесь… Я начал с продавца просто, извините. Понятно, ну, наверное, да, многие так начинали. 95-й год, да, и вот сейчас у нас уже сколько лет прошло, да, 95-го года. Что меняется в спросе? Демант, как назвал его Владимир? Ну, демант, да. Как меняется наш демант за это время? Спрос, собственно, развивается, скажем, в России параллельно, не параллельно, а в ногу со временем, собственно, как и весь мировой, то есть рынок спортивных товаров. Как я уже озвучил, то есть категория тренажеры, скажем так, как раз в 90-е годы очень востребована на российском рынке. Она занимает стабильную, скажем, позицию и падает спрос, скажем… На тренажеры? Именно, да, на тренажеры. Ну, спортивный инвентарь – это достаточно широкая группа, и сюда входит достаточно широкий ассортимент, скажем, продукции. Вот, то есть я начал с тренажеров, то есть в компании, где я работал, занимало порядка 70% оборота данной категории. Сейчас она занимает не более, ну, скажем так, от 7 до 10% в зависимости от направленности. Я вот не пойму, а в чем это, в чем прикол? Почему тренажеров стало меньше продаваться? Ну, как я еще раз говорю, то есть рынок диктует условия, то есть конкретно в нашей стране достаточно большая группа, скажем, потребителей все-таки ходят в тренажерные залы, которые направлены, разно направлены, то есть не надо держать дома тренажерный зал, хотя, когда можно посетить любой фитнес-клуб, либо заняться бегом, либо заняться любым другим видом активности, скажем так. Поэтому он, скажем так, спрос на тренажер достаточно ровный на сегодня. То есть нет каких-то, скажем, взлетов, как это было несколько лет назад. Хорошо, давайте, Владимир, вы как считаете, вы так можете снять ситуацию? Я согласен с коллегой, но мы видим чуть другую тенденцию, потому что у нас более, я бы сказал, такой accessible магазин. У нас нет физического локейшена. И мы видим, что если, например, в более активных городах, да, есть люди, люди ходят, начинают ходить по фитнесам и так далее, то же самое в регионах, и где мы делаем большинство нашего бизнеса. Люди все равно, у них есть нехватка тех же самых фитнесов и так далее, поэтому... А как, то есть вы доставляете куда-то тренажеры? Да. Да, серьезно? Конечно. То есть вы реально прямо доставка, куда хочешь, там можешь привезти, сюда. По всей России, да. Ага. То есть все-таки это пользуется спросом, люди тренажеры себе покупают еще домой. Конечно. Ну и все, конечно, зависит от сезональности. В одно время люди покупают тренажеры больше, в другое время люди покупают велосипеды, в другое время люди покупают лодки. Ага. Вот. Все зависит от сезональности, все зависит от тенденций, от трендов и так далее. Ага. Ну и в следующее время водку. Ну, да. Ну, после. Понятно Слушайте, ну хорошо Ответьте на мучающий меня вопрос давно Все-таки При этом люди действительно больше Занимаются спортом или нет Я сдаю неспроста, потому что у нас Был как-то эфир, ну какое-то время назад Мы встречались с представителями фитнес-центров Были представители фитнес-центров Которые очень интересно рассказывали Статистику Могу сейчас переврать, но что-то Из серии того, что мы все привыкли думать Что в Америке все толстые Едят гамбургеры и так далее Но при этом в Америке людей Регулярно посещающих фитнес Их порядка 16 процентов Или что-то такое, 16-18 Такая цифра называлась У нас же там что-то меньше процента Людей, которые на самом деле Приобщены к спорту По-настоящему Все остальное это фуфел И люди там, может быть, даже и покупают спорттовары Но к занятиям спортом это не имеет Никакого отношения Все-таки, по вашей практике, люди Торгуют этим Я хочу выглядеть человеком Занимающимся спортом Либо я все-таки на самом деле Хочу заниматься спортом Вот если я ваш обычный рядовой покупатель Константин, ну давайте с вас начнем Я как бы уже озвучил Что Россия очень динамично развивающийся рынок Именно спортивных товаров То есть на сегодня Активно занимающихся спортом в России В Российской Федерации Это 13% К примеру, в Финляндии С гораздо меньшим населением Это более 60% Активно занимающихся спортом Это бег, велосипед И другие различные активности То есть здесь огромный потенциал На сегодня Как бы видение Что Россия все-таки отстает Именно в спросе Спортивных товаров От европейского спроса Порядка года Может быть полтора-двух Ну в каком плане Тенденции имеется в виду То есть если ты бегаешь В России все еще продолжают Как и вот мой коллега озвучил То есть регионы еще дальше Сейчас говорим о мегаполисе Собственно который составляет Большую часть спроса Именно спортивные тенденции Российского рынка Вот мы еще отстаем Но вы знаете Достаточно крупные мероприятия У нас грядут в будущем И здесь огромный потенциал Собственно и правительство Российской Федерации Достаточно много усилий Прилагает на популяризацию Спорта в нашей стране И как раз здесь Мы стараемся помочь Нашему российскому потребителю В выборе Консультации Именно допустим Для бега должна быть Обувь для бега Так как многие продолжают Что есть то и бегать Я живу недалеко от парковой зоны И вижу кто в чем бегает Из сердца кровью обливается Да иногда обливается То есть это действительно помогает В направленности спорта И обувь и инвентарь Облегчает, улучшает И занимающийся человеку И здесь собственно мы должны И помочь покупателю Выбрать направленное Скажем Ассортимент для него Направить в зависимости от его желания Но еще раз говорю Так как немного отстаем Все таки в России первое Как ты должен выглядеть А потом уже скажем так Перформанс Направленность уже это второе Вторично пока Но это меняется Меняется ли Меняется ли Не такими темпами Как бы мы хотели Все таки Все равно мы более Скажем Фэшн ориентед На рынке И бренд ориентед Сначала смотрят бренд Как ты выглядишь А затем уже какие-то Функциональные возможности Продукции Это присутствует Это меняется Но к сожалению Не так быстро Как бы хотелось Я даже бы Глубже спросил Константин По поводу там Фэшн ориентед Я как не каждый раз Тут смотришь Там политические программы Да Какие-то экономические обзоры Все говорят Что мы все пьем Мы там курим Мы самая пьющая нация Мы самая курящая нация И что в общем С годами этот тренд Совершенно никуда не падает То есть мы с вечера пьем С утра на пробежку Или что Я не пойму У нас Как Одно с другим Откуда Процент растущих людей Которые с вечера Увеличивают Количество выпитого И выкуренного А с утра Увеличивают продажи Спортивных товаров При том что Общая числа населения Еще к тому же падает Откуда растет этот рынок За счет кого вообще Растет этот рынок Ну собственно сейчас Хочу так в целом сказать Достаточно Как я уже озвучил Очень большие усилия Именно развитие Спортивного рынка Спортивное восприятие На воспитание молодежи Прилагает наше правительство Собственно Все спортивные магазины Тоже как бы Сколько я смотрю По крайней мере в мегаполисах В Москве Санкт-Петербурге И так далее Более Скажем так Профессионально Подходит к вещам Предлагает более Широкий и хороший Неплохой выбор на рынке Собственно как-то так Но я не думаю Что это все Немножко все-таки Утрировано Что там пьют И так далее Вот Опять же таки Вся Европа борется С курением И как вы все знаете Я думаю Все ездят за границу Все-таки Люди смотрят Что происходит Не только в России И следят за тенденциями Это положительно влияет Именно на развитие Скажем Конкретно Мы сейчас говорим Про Спортивные товары И спрос И на спортивную активность Естественно То есть Сейчас не модно В Европе Там И Америке Пить, курить Но А в Саратове До сих пор модно А вот да А когда из Саратова Приезжает Все-таки Не в Турцию А куда-то В Центральную Европу И все-таки Видит в парках Огромное количество Бегающих людей На велосипедах И так далее То есть Активно занимающихся Спортом Я думаю Все-таки Остается Подсознание И влияет На людей Ага 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 Вот тут я Ну ладно Сейчас будет новостной блок А потом я хотел Действительно По этому поводу Еще Продолжить разговор А Владимира Как человек Который работал За границей Вот интересно Будет узнать Его сравнение Отношения к спорту Там и здесь Действительно Как человек Который там побывал Послушаем новости А то что-нибудь важное Пропустим Слушайте Мы здесь по ходу дела Да это Левицкий Дмитрий Все еще Сейчас вот я Вот нашим продюсерам Сказать Мы с Владимиром Договорились Делать программу Про цирк Владимир готов прийти Рассказать про цирк Дюссалей Какая офигительно Интересная тема Я вам сейчас Не буду даже говорить А мы сейчас Про спортивные товары Потому что Ну вот Продолжаем О рынке спортивных товаров О том что Модно в Европе А модно в Саратове Я сейчас Жители Саратова Если меня слушают Да простят Я был в вашем городе Он замечательный Не имею ничего против Но все-таки Откуда же берется Вот эти люди Которые все-таки Увеличивают продажи И продажи И продажи Спортивных товаров Константин Это молодежь больше Да Достаточно Широкая Аудитория Но все-таки Как показывает практика Более Молодежь конечно Занимает Больше процент При покупке Именно спортивных товаров Ну молодежь Это вот сколько Скажем Что вы считаете Это я вот и вас Хотел спросить Да Это люди Скажем так От 16 лет И старше Ну это им просто На физру Надо с тобой принести Да нет Это не на физру Как показывает Тенденция развития Сейчас модно Просто носить Скажем так Спортивную одежду Обувь Одежду Ну и собственно Также люди Более зрелого возраста Покупают Именно для занятий Спортом Инвентарь Скажем так Одежду Обувь Инвентарь Ну то есть Если вы говорите Что это люди Там ездят За границу Которые приходят К этому Уже Осознанно То есть Это мне кажется Чуть более старшее поколение Да Ну как бы Не 16 лет Все таки Люди Которые Скажем так Ближе к 30 годам Все таки Сейчас более Стали задумываться О собственном здоровье Тот же бег Как показывают Там в парках Люди Как раз данные Категорию возрастной Более активно Стали заниматься Спортом Это 30 За 30 То есть Бегают На велосипедах Ездят Активно Стараются проводить Опять же Такие Берут детей Вот на велосипедах Часто Так же Катают их Ну это вот Хипстеры Сейчас Мне кажется На велосипедах Тоже едят Это не спорт Это другая история Владимир Да Вот Вы нам в перерыве Тут признались Я вас сейчас сдам О том Что до приезда В Россию Вы были гораздо более Спортивный человек Не знаю Правда Или нет Ну так вот Давайте Расскажите нам Вот вы там В разных странах Там работали И жили Не в России Очень долго Отношение к спорту Там Отношение к спорту Здесь Что для вас Было интересно В чем различие Различие в трендах И еще раз Как Константин Говорил до этого Что мы Россия Получает тренды Запозданием Скажем Скажем Такой тренд Как йога На Северной Америке Очень сильно развит Здесь он в стадии развития Еще в стадии зачатия Скажем Если посмотреть На компании Такого типа Как Одна из моих Любимых компаний Лулуламон Немного их знают А что это такое Это компания Которая занимается Чисто одеждой И каким-то инвентарем Для йоги Что там можно заработать Там коврики Трикотажное бельишко Что там Как бизнес Это сравнительно Молодая компания Которая На маркете С 90-х годов И в течение Следующих Трех от пяти лет Они должны Стать Десятимиллиардной Компанией У них Выбор Не очень большой Но у них Выбор Очень специфический Очень Своего рода Профессиональный Можно сказать И который Специально Сфокусированный На йогу И на бег Вот В России Эту компанию Немного знают Ну у нас йога Ты занимаешься Там Так как Транс-йоги Еще не совсем здесь И Люди действительно На Северной Америке Занимаются Люди начинают Кушать Более Здоровую Еду Скажем Макдональдсы И так далее Это не самые популярные Рестораны Все пытаются Пить меньше Газированной Сладкой воды И так далее И Действительно На каждом шагу Есть фитнес Каждое утро Когда ты проходишь По улице Ты видишь Что люди занимаются Фитнесы заполнены Лето Зима Не важно Люди бегают На улицах Люди занимаются Спортом на улицах Курить нигде Сейчас Не разрешено В некоторых Я приехал С Канады И в некоторых Провинциях В Канаде Даже в парках И в общественных местах Нельзя курить Да вы что Что же делать Если я в парке Из горла Засандарил Закурить нельзя Криминал Криминал Слушайте Ну а вот вы Год в России Может Два месяца Два месяца Два месяца здесь Слушайте До этого Вообще Здесь До этого Я приезжал сюда С цирком Понятно То есть вы смотрите С утра на улице А никто не бегает Нет Почему Если бы Если бы Здесь Если бы я не видел Потенциала В этой индустрии Как бы Я бы Не брался За хиверест Ну мне на самом деле Действительно странно Вот Противоречивые У меня действительно Ощущение То ли наша страна Все таки Оздоравливается То ли На самом деле Этого не происходит Тут нам приходят Уже вопросы От наших Постоянных Слушателей Видимо Вот Иван Спрашивает Отчасти Вот В Торе Моим вопросом Связан ли Рост Продаж В ваших Да В ваших Магазинах Именно Повышенным Интересом К спорту Со стороны Обычного Гражданина Либо это Больше Маркетинг Вот что Тоже Мне интересно Да Я понимаю Как крупные Бренды Да Они мне кажется Даже не столько Решают вопрос Конкуренции Между собой Сколько Они коллективно Решают Больше вопрос Расширения Общего рынка Сбыта Популяризации Спорта Там Во всех Интерпретациях Я не самый Там Спортивный Человек Хотя Там У меня Есть Абонемент Одного Модного Хорошего Спортивного Клуба Я в него Честно Хожу Вот Ну Я вижу Всякие Уличные Баскетболы Команды Поддержка Этого Поддержка Того Реклама Которая Больше Имиджевая Которая Показывает Красивых Людей Которые Здоровые Которые Там Это Абонемент Я думаю Что Это Обе Стороны Мы Пользуемся Маркетингом Чтобы Мотивировать И Обучить Человека Как Как Вести Скажем Правильный Стиль Жизни Что Такое Спорт И Пользоваться Правильными Продуктами В то же Самое Время Это Не Просто Продажа Продуктов И Продажа Брендов Это Именно Продажа Правильного Продукта Правильному Не То Что Даже Правильному Клиенту А Именно Когда Человек Ищет Что То Мы Ему Пытаемся Продать Именно Правильный Продукт Который Даст Этому Человеку Хороший Experience Будущем Потому Что Мы Как Сказать Customer Centric Ориентирован Да Мы Ориентированы На Клиента Потому Что Если Клиент Придет К нам Один Раз И Он Будет Рад Это Покупка И Он Поймет Что Мы Именно Это Тот Source Где Его Понимают И Где Ему Дают Тот Правильный Продукт Тогда Он Будет Возвращаться И Покупать Заново Я Понял Константин Вы Что Скажете Я Собственно Согласен То есть Здесь Параллельно Как Бы И Скажем Бренды Которые Продвигают Собственно Свою Продукцию Но Как Показывает Практика Сейчас Данные Тенденции Все Таки Направлены На Именно Популяризацию Спортивного Образа Жизни И В определенной Категории Продвигая Продукцию Которая Поможет Человеку В ней Будет Конфортно Удобно И так Далее Заниматься Тем Или Иным Видом Спорта И Конечно Тоже Большую роль Играет Государство Это Как Вы Сказали Спортивные Площадки В парках На улицах Сейчас Очень Много Молодежи Занимающихся Тем же Уличным Баскетболом Волейболом Футболом И так Далее Наша Задача Именно Дать Этот Продукт И Показать Покупателю И чтобы Он действительно Понял Что Данные Допустим Кроссовки В них Лучше И удобнее Бегать И заниматься Либо тем Или иным Видом Спорта Чтобы он Действительно Ощутил Это И опять же Таки Как и Владимир Скал Вернулся Я понял Вас Хорошо Давайте Почитаем Вопросы К нам Они приходят Уже В студию Еще раз Напомню Наш Телефонный номер Если хотите Что-то Сказать Вслух 495 Наш Код 65 10 99 6 Есть Сайт Финам ФМ И там Есть наш Форум Нашей Программы Пожалуйста И Смс 5533 Наш Номер С буквы Я Начинается Ваше Сообщение Я Пробел И все Что вы хотите Сказать Нашим Гостям Либо вопрос Который Вы хотите Задать Итак Дмитрий Спрашивает Как долго Может жить Спортивный Ассортимент Продовольственная Розница Имеет Срок годности Товара Те же Тренажеры Гантели Мечи Ракетки Практически Неубиваемы Если не Делать Этого Специально Ну Наверное Я чуть Даже Добавлю Сам Вопрос Вот Есть ли Мод Есть ли Коллекции Есть Какая-то Замена Я Достаточно Долго Работал На рынке Бытовой Техники Электроники И Эта Тенденция Очень Такая Явная Раньше Мы покупали Телевизор Он служил 10 лет Потом Он служит 5 лет Сейчас Он служит 2 года И это Несколько Обусловлено Тем Что он Технически Стареет Сколько Сами Производители Частоту Покупки Увеличивают Им интересно Продать тебе За 10 лет 4 телевизора Нежели Один Поэтому Вот эта История Что ты Покупаешь Новый Гаджет И он Уже Ты Не успел До дома Дойти А он Устарел Морально Уже надо Думать О покупке Нового Уже Новое Скоро Будет В продаже И так далее Вот такая История Если в спортивной Индустрии Я купил себе Кроссовки Адидас За кучу денег И на следующий год Я уже чувствую себя Лузером В парке Бегаю И уже Понимаю Что я то не Алло Да Результаты Мои растут Но кроссовки Мои не очень И я как то Уже вроде бы Не тот спортсмен Есть ли такая Тенденция В продаже Спортивных товаров Или это Другая история Константин Ну собственно Как и все Другие отрасли Спортивная отрасль Тоже Скажем так Очень быстро Развивается И хочу Как бы сказать Что Не стоит на месте Каждая из компаний Всегда Старается быть Лучше другой И так далее Внедрение новых Технологий И так далее Собственно Спортивная отрасль Допустим Если сравнивать С фэшн областью Тоже имеет Сезонность Коллекции И так далее Отслеживая Либо модные Тенденции И так далее То есть А что касается Развития Каждый человек Хочет Отличаться От другого Хочет Динамичней Развиваться И иметь Лучшие кроссовки Которые Технологичнее И так далее И Как раз Это и связано С покупками Новых Тех же Как вы говорите Кроссовок Которые будут Легче Пружинести И иметь Улучшенные Скажем Характеристики В той или иной Спортивной Области Собственно Это и есть Динамика Развития Это и есть Предоставление Лучше Улучшенного Ассортимента От сезона К сезону Ну вот Это понятно Жилет Когда выпускают Бритву С одной Лезвием Потом с двумя Потом с тремя Это все улучшение Но мы же все знаем Что можно сразу Сделать четыре А не заставлять тебя Покупать сначала С одним Лезвием Потом с двумя Потом с тремя С четырьмя А потом еще С обратной стороны Для подравнивания Усов Или чего-то Все же понимают Прекрасно Что эти инновации Специально придерживаются Чтобы Снять все сливки С рынка А не сразу Выпустить Какой-то суперпродукт Не знаю Встречается Такой спортивной индустрии Либо это Не та история Ну давайте Вы подумайте Чуть-чуть А мы послушаем новости И что-нибудь интересное Обязательно узнаем А после этого Вернемся к разговору Левицкий Дмитрий Сфера обслуживания Продолжаем говорить О продаже Спортивного инвентаря Спортивных товаров И так далее Заканчиваем разговор Все-таки на том Насколько Производители Сами Придерживают И уменьшают Срок годности Теннисной ракетки Например Это для меня Совершенно непонятная Там тема Сколько может жить Теннисная ракетка Гантеля например Выходит из моды Гантеля Либо гантелю Невозможно Никаким маркетингом Вывести из мода Не знаю Владимир Вы что думаете Ну я думаю Что Это более Спокойный Здесь идет более Именно Фокус на инновации И так далее Когда идет Действительно прогресс По моему мнению Нет Я не встречал Такого Что специально Задерживают Инновации Или Я думаю Что Мой коллега Может Больше Хорошо Давайте Я вот от себя Кладу вопрос Задать Все никак Что-то он не встроит С меня в разговор А очень интересный По поводу Вашего отношения К всевозможным Магазинам На диване И спортивным Этим Штукам Которые продаются Тренажеры Которые рекламируются У нас там Ну В телешопах Всевозможные Которые обещают Чудо-результаты И какой-нибудь Чак Норрис Показывает Как Что именно Из-за этой штучки С пружинкой Чак Норрис И стал тем самым Человеком Над которым Шутит весь интернет И поэтому Он там Да Ему помог Ну вот Не знаю Там хоть что-то Здравое есть Или это вообще Все Лабуда И это все Инновационные Тренажеры Которые там Продаются В принципе Недостойны внимания Вот на ваше Мнение Хочется Как-то Профессионалов Послушать Я думаю Многих это Волнует Потому что Ну маркетинг Сильный Действительно Да Подача сильная Снято все правильно Да Вот тебе вроде До и после И вот он Чудодейственный Тебе инструмент Не стоит Это внимание Обращать Либо Читно есть Что-то Толковое Во всем этом То что мы там Видим Владимир Как вы считаете Ну конечно Это использование Star power Чтобы продвинуть Какой-либо продукт Или звезд Да Есть Есть конечно Продукты Которые Более эффективные Чем другие Есть конечно Полная Не знаю Как это Назвать на русском языке Ерунда Ерунда Да Вот Но В то же самое время Когда покупаются Такие продукты Надо очень Очень хорошо Читать инструкции В первую очередь Именно Что надо сделать Чтобы стать Таким красивым То есть Сходите с утра Фитнес Позанимайтесь А потом Чуть-чуть Поделайте Нашим тренажером Конечно По-разному Есть продукты Действительно Эффективные Есть Есть программы Более эффективные Чем я бы сказал Продукты Есть такого Как Тркс Называется Фитнес Программа С ней Идут Какие-то Какой-то Мерчендайзинг Специально Ты покупаешь Не столько Тренажер Сколько Курс Какой-то Занятия Который Должен Выполнять С помощью Тренажера Чудо Не в тренажере А в программе Все Это Весь Фокус Магазинов На диване Это Конечно Импульсные Закупки Ты видишь Что-то Красивое Ты хочешь Быть Таким Давай Мы тебе Продадим Все-таки 99% Лучше Когда Лежит И пылится Где-нибудь Я думаю Константин Как часто Вы покупали Что-то В магазине На диване Ни разу Знаете У меня Своё Как бы Собственное Мнение Что чудес Не бывает Ты не ставишь Таким Красавцем Или красавицы Как показывают По телевизору Собственно Мое мнение Как вот Коллега Собственно Озвучил 99% Это маркетинг Все-таки Занятие Спортом Это Прежде всего Какой-то Цикл Какой-то Расписанные Мероприятия Курс И так далее И так далее Это не Не вещь Не тренажер Который Тебя По мгновению Волшебной палочки Перевратит В лучшие Годы Чак Норриса И так далее Кто продвигает Данную продукцию То есть Мое мнение Это все-таки Импульсная покупка Согласен Это Продвижение Продвижение Продвижения Это маркетинг Стать красивым И хорошим Это Стиль жизни Ну Либо Липосация Потом Все обратно Может вернуться Да Это понятно Ну Это вторая Липосация И так далее Вот мой спорт Процесс Да Это новый вид спорта Спортивная Липосация Хорошо Присваивать Там звание Мастеров спорта Кандидатов Мастера Так Следующий вопрос Илья нас спрашивает Насколько сложно Конкурировать С тем же Декатлоном Вот Кстати Да Ведь они Представляют Вполне Приличную Продукцию По ценам Которые Значительно Ниже Чем Традиционных Спортивных Магазинах Ведь они Как Ашан Который Отнял Много Обычных Обычной Розницы Обычных Продуктов Давайте Я отвечу Давайте Хорошо Ну Это Наверное Ваш Больше Конкурент Межели Владимиром Да То есть Сейчас На рынке Очень много Скажем так Международных Игроков То есть Декатлон Простите Занимает Свою Нишу Каждая Из сетей Старается Занять Свою Собственно Как Показывает Практика 95 Наверное Процентов Продукции Декатлона Это Собственные Бренды Какие Он Представляет На нашем Рынке Это Прежде Всего Минимальное Количество Технологий И так Далее Это Удешевление Продукции Как Показывает Практика Все Таки Именно Покупатели В нашей Стране Спрос Меняется Меняется Более Профессиональный Уровень Продукции И Собственно Здесь Вот Именно Наша Компания Занимает Позицию Предложить Более Профессиональную Продукцию На рынке То есть Каждый Из Спортивных Игроков Занимает Собственную Нишу Собственно Декатлон Занял Свою Это Дешевая Доступная Продукция Более Менее С какими Чертами Профессионализм Вот Собственно Мне кажется Уничижаете Все таки Совсем Его Профессионализм Нет Достаточно Широкий Выбор Продукции Я Абсолютно Не Стараюсь Кого-то Унизить То есть Он Занимает Собственную Нишу Широкий Ассортимент Грамотные Представления Продукции То есть Это Международный Игрок Он Имеет Колоссальный Опыт И Он В нашей Стране Именно Занял Данную Нишу В других Странах Он Занимает Он Представляет И Адидас И Найк И Другие Прайм Бренды На рынке 5% Не более 5% Ассортимент Декатлон В нашей Стране То есть В основном Собственные Бренды Которые Он Производит Восточной Азии Понятно Ну То есть Ну По сути Как сравнивать Ашан Азбуку Вкуса По большому Существу С которого Сравнили Владимир Согласен С этим Я Согласен У нас Есть Эксперинс Декатлон Ну Я имею Ввиду Мы Изучали Декатлон И Декатлон Тоже Пытался Продавать На интернете И Ничего Не Продал Я Не Знаю По Каким Причинам Они Приостановили Эти Операции И Действительно Это Я Полностью Согласен Своя Ниша Которую Они Занимают У Них Очень Сильно Развит Свой Private Label Свои Бренды И Это Очень С С Их С С Очень Умно И Хорошо Потому Что Маржинальность Намного Больше Обычно Собственно Правильно Окей Хорошо Спасибо Большое Данила Спрашивает Вот У меня Вопрос Пишет Нам Данила Я Пришел В Адидас Купить Мяч Кроме Внешнего Вида Ничего Не Понимаю В них А на Вопрос Продавцу В чем Разница Ценовой Диапазон От 900 Рублей До 5000 Получил Ответ Что Этот Поновее А Вот Этот Из Распродажи То Ничего Непонятно О технических Характеристиках И Конечно Проще Купить Дешевый Насколько Вообще Ознакомлен Персонал Ассортимент И Насколько Вообще Этот Ассортимент Отличаются Друг от Друга На самом То Деле Или Правда Что Новая Коллекция Отличаются Только Цветом Я Абсолютно Не Согласен Да Извините Прежде всего Это Подчеркивает Уровень Персонала То В любой Сфере Розничной Должны Работать Люди Которые Понимают Различают Разные Характеристики Продукции И Доносят Это Для Покупателя То Любая Продукция Имеет Свои Характеристики Допустим Опробирование FIFA Мяча Это Стоит Тоже Денег То То Мяч FIFA Зарабатывает На Опробирование Мячей Поймите Правильно То Каждая Компания Вкладывает Деньги В продукции Имеется Ввиду Что То есть Подчеркивая Качество Продукции Там Я не знаю Как это Называется Пушки Которые Стреляют Мячом Там Стену И Сколько Этих Выстрелов Он Проходит Соответственно Он Проходит Некое Тестирование Тоже Непосредственно Отличает Его Более Лучшими Материалами И так Далее И так Далее Плюс Каждый Из Мячей Как Радиослушатель Написал Имеет Свою Направленность Есть Мячи Которыми Можно играть На асфальте Есть Мячи На траве И так Далее Опять Это Знание Продавцов Знание Персонала Чтобы Разъяснить Это Для покупателя И ни в коем Случа Не обманывая А Ваш Продавцы Должны заниматься Спортом Вы знаете Любая Компания Должна Как бы Показывать Что она Спортивная Компания И Влиять На выбор Нашего Персонала Чтобы Они Тоже Отвечали Тенденциям И предлагаем Товаром То есть Разбираться Играть Футбол Если ты Продаешь Мячи Либо Ходить В фитнес Зал И Понимать Что ты Продаешь Хорошо Давайте Мы Послушаем Вадим У нас Не так Много Времени Осталось И Вадим Доброе Утро Доброе Утро С удовольствием Слушаю Вашу Тематику Очень Грамотно Описывайте Все позиции Хотел Вот Такой вопрос Задать По спортивному питанию По торговле То есть Вот Если смотреть На сетевые магазины Или крупные Там Как бы Таких отделов Нет То есть Частично Оно у нас Как бы Запрещено Частично Разрешено Вот Как бы Такой вопрос А в чем вопрос Собственно Сам Вадим Ну Почему Нет В спортивных Магазинах То есть Отдела Спортивного питания Или каких-то Добавок Витаминов Окей Хорошо Спасибо большое За вопрос Давайте Прямо буквально Только вкратце Совсем Чуть Временно Состается Константин Почему Не продаем Спортивное питание Скажем так Как я и озвучивал Там Про рыбалку Широкий ассортимент И так далее Наше мнение Что данную Категорию товара Должны все-таки Специализированные Какие-то точки Аптеки Производить Которые в этом Понимают Фармакология И так далее Достаточно Много разрешительной Документации Поэтому Сертификатов Гигиены Это отдельное Хранение И так далее И все-таки Должны заниматься Сети Кто занимается Больше Пищевыми добавками То есть Мое мнение Это аптеки И соответственно Сети не выбирают Данное направление И не предлагают Данную категорию Товаров И которые все-таки Больше Направлены На спортивные товары А не Пищевые добавки Владимир За свой Экспириенс За свой опыт Я нигде не видел Ни на Северной Америке Ни в Европе Магазинов Которые включают Обе Ниши Но ведь Казалось Действительно Сопутствующие категории Они как бы Дополняют Друг друга Очень хорошо Но Еще раз Специфика Я не Это дополнительные вещи Но они Вместе Как бы Не совсем Сопоставимы Нет Я понимаю Специфику Розницы Понимаешь Действительно Это не просто Разрешительные документации Это уже другая Совсем категория Это уже продукты питания По сути Да Еще и медицинское Небось Какое-нибудь назначение Это конечно Совсем другая история Это действительно Сложно торговать Это должен быть Отдельный персонал Отдельное Обучение И так далее Ну у нас остался Еще один вопрос По поводу Все-таки Больше спортивные товары Это мода Или Или функциональность Но к сожалению На него мы уже не ответим Каждый решит Ответ на этот вопрос Сам Спасибо своим гостям Говорю Константин Спасибо большое Что были с нами Владимир Надеюсь С вами еще разочек Увидимся Уже точно в этой студии Левицкий Дмитрий Сфера обслуживания Дружить со спортом Всем пока